Всем привет, друзья! Меня зовут Олег, я квалифицированный инвестор. На этом канале я рассказываю о фондовом рынке, о пассивном доходе и об инвестициях. Ну что, друзья, в сегодняшнем видео предлагаю полистать любопытные и интересные новости. Посмотрим, что у нас происходит в мире финансов. Посмотрим, что творится на бирже с российскими, с иностранными бумагами, что происходит на рынке сырья. Покажу свои портфели. Ну и, конечно же, поразмышляем о том, что будет дальше. Перед тем, как мы начнем, попрошу вас поставить лайк за видео и напишите любой комментарий по теме этого видоса. Можете в том числе задавать мне вопросы. На все комментарии лично отвечаю. Ну, я думаю, друзья, все вы смотрели, ну или во всяком случае слышали о сообщении Путина Федеральному собранию. Было это 29 февраля. И в том числе там президент затронул такую интересную, любопытную тему, как налогообложение. Я думаю, мы видим, что бюджет у нас испытывает определенные сложности. Я на своем канале тоже эти моменты уже неоднократно отмечал. Ну и, собственно, здесь все очень просто. Тут не надо быть семи пядей во лбу каким-то великим экономистом, чтобы понять, если тебе на что-то не хватает денег, у тебя, собственно, два пути. Либо ты сокращаешь свои расходы. Что мы сегодня сделать по объективным причинам не можем. Расходы у нас даже увеличиваются. А увеличить доходы, вот это тот вариант, который нам, собственно, и светит. При этом, как можно увеличить доходы? Ну, поскольку у нас значительная часть бюджетных поступлений приходит от продажи сырья, то самый хороший и идеальный вариант, если бы это сырье просто дорожало. Но, к сожалению, так происходит не всегда. И повлиять на это прямо мы не можем. Поэтому, что остается? Остается каким-то образом добирать недостающие доходы бюджета за счет каких-то резервов внутри страны. Механизмов здесь масса. И один из этих механизмов, конечно же, увеличение налогообложения. Мы уже после начала специальной военной операции наблюдали, как с различного рода повышениями налогов столкнулся бизнес. Ну, и вот, собственно, есть такое ощущение, что скоро могут добраться и до физических лиц. Президент Путин в ходе послания к Федеральному собранию поручил продумать более справедливое распределение налогового времени в сторону тех, у кого более высокие корпоративные и личные доходы. Глава государства не уточнил, идет ли речь о переходе к прогрессивной шкале налогообложения. Но, конечно же, все подумали именно об этом. Вот что сказал Путин. Нужно снизить налоговую нагрузку на семьи, в том числе за счет вычетов, о которых сегодня уже сказал. Стимулировать бизнес, который вкладывает средства в развитие, в реализацию инфраструктурных и социальных проектов. При этом, безусловно, нужно закрыть всяческие лазейки, которые используются некоторыми компаниями для ухода от налогов или занижения своих налоговых платежей. Глава государства призвал Госдуму и правительство в ближайшее время представить предложение по этой инициативе. Новую схему предлагается зафиксировать до 2030 года. Ну и предполагают, естественно, многие, что речь идет о прогрессивной шкале налогообложения. На сегодня, напомню, у нас существует подоходный налог в размере 13% для подавляющего большинства россиян. Но с 2021 года уже какое-то подобие прогрессивной шкалы у нас создали. Ну, хотя это нельзя назвать в полной мере шкалой. Но, тем не менее, с 2021 года ставка до 15% повышается для тех физиков, у кого доход в год превышает 5 миллионов рублей. При этом повышенным налогом облагается только доход сверх указанной этой суммы. То есть, если доход составляет 6 миллионов, то, соответственно, с 5 будет 13%, а с миллиона 15%. Ну, здесь легко подсчитать, что доход более 5 миллионов имеют люди, у кого среднемесячный доход более 400 тысяч, там, ну, 416, да, насколько я понимаю. И это немного. То есть, вот посмотрите по сторонам, много ли среди ваших знакомых людей с таким доходом. У меня, наверное, ну, таких и нет. Если честно. Поэтому касается это на сегодняшний момент меньшинства. Ну, вот это меньшинство, тем не менее, уже платит 15%. Вообще, прогрессивная шкала налогообложения – это штука, которая существует во многих странах. И напротив, в России именно налог на доходы физических лиц считается одним из самых гуманных в мире, если мы не берем во внимание разные скрытые налоги, которые с нас собирают в огромном количестве, ну, не знаю, там, НДС, например, транспортный налог, налоги с продажи имущества и прочее. То есть, по факту, россиянин платит налогов много. Но если мы говорим именно про НДФЛ, то цифра ставка налога небольшая. То есть, есть страны, где он достигает, там, ну, вплоть, например, до 50%. Поэтому налоговые режимы Европы и мира зачастую, ну, считаются такими более жесткими, что ли, чем наш. Но, видите, вот, к сожалению, реалии вынуждают наши власти пойти на то, что, вероятно, эту шкалу тоже будут вводить. Я не думаю, что у нас появится налог, там, в 45-50% для кого-то. Но, тем не менее, для богатых, для тех, кто имеет официальный белый подтвержденный доход, как бы для них вполне вероятно, что ставка будет более высокой, чем для тех, у кого доход низкий. Это понятно. То есть, соответственно, чем больше у тебя доход, тем больше ты будешь платить налог. Вот примерно что-то подобное. Сейчас, вероятно, правительством и будет прорабатываться. Ну, и Пескову задали после этой инициативы президента вопрос, а, собственно, что это вообще будет. Есть какие-то примерные очертания. На что Песков ответил, что пока никаких, собственно, конкретных идей нет. То есть, Путин концептуально сказал о своем видении ситуации и попросил подумать и проработать эту тему Госдуму и правительству. В самое ближайшее время какие-то контуры и очертания этого президентского мировоззрения мы увидим по итогам проработки, сказал официальный представитель Кремля. Ну, будем ждать. Я думаю, здесь все случится достаточно быстро. И от предложения главы государства до конкретных предложений, которые затем очень быстро сформируются в какой-то законопроект, который стремительно пройдет все необходимые чтения. Ну, не думаю, что пройдет много времени. Конечно, вопрос бюджета достаточно горящий. Фонд национального благосостояния уменьшается. И, вероятно, в ближайшие месяцы там уже, собственно, деньги могут и закончиться. Поэтому это тема, которую будут принимать максимально быстро. Ждем, друзья. Будем следить за новостями. Но мне кажется, что вопрос уже, собственно, решенный. И тут уже исключительно техническая составляющая осталась. Как это все будет работать. Какую шкалу введут. Какие градации уровня дохода мы увидим. Посмотрим. Напишите в комментариях, как вы думаете, для бедных россиян останется ли 13-процентный налог. Или для всех его будут поднимать. В том числе и для тех, у кого доходы, условно, меньше 5 миллионов. Напишите, что думаете на этот счет. Какие у вас предсказания. Так, ну что, погнали на рынки. Смотрим, что у нас здесь. Америка в минусе. Dow Jones, S&P, NASDAQ падают. Dow Jones минус 0.17. S&P минус 0.1. NASDAQ минус 0.22. В минусе FTSE минус 0.66. В легком плюсе CEC. В минусе DAX. Японский Nikkei. Австралия минус 0.36. В плюсе Китай. И по российскому рынку акций тоже сегодня позитив. Продолжаем расти. РТС плюс 1.33. Индекс Мосбиржи плюс 0.88%. На товарных рынках золото хорошо выросло за последние несколько дней. Сейчас стоит 2099 долларов за тройскую унцию. Ну и постепенно приближается к своим историческим максимумам. Плюс 0.82 за день. Серебро плюс полтора. Платина плюс 0.91. В минусе Палладий алюминий. В плюсе медь. Никель. Нефть стоит 83.76. Плюс 0.26 за баррель бренд. По валютам сегодня динамика разная. Доллар минус 0.34. Евро плюс 0.03. Юань минус 0.14. Доллар стоит 91.28. Евро 99.18. Юань 12.64. Многие российские бумаги сегодня в хорошем плюсе. Пятерка лучших акций индекса московской биржи. Полюс плюс 3.6. Яндекс плюс 3.4. Озон плюс 2.9. Полиметалл плюс 2.6. Нгруп плюс 2.1. А вот в минусе сегодня НЛМК, Ростелеком, Глобал Транс, Росагра и Новотек минус 1.3. С начала года больше всего можно было заработать в бумагах Яндекса. Плюс 44%. Затем Ростелеком, Пик, Х5 и Северсталь. А вот потерять деньги удалось акционерам Мечила, Новотека, Префов Мечила, Полиметалла и Транснефть. Префы, ох, ничего себе, минус 98%. Вот это да, может быть какой-то глюк сайта. Не знаю, друзья, напишите, в чем проблема с Транснефтью. А, возможно, там был сплит. Напишите, кто в курсе, почему такая история приключилась. Я на эту тему ничего, если честно, не читал. У меня в портфеле все неплохо. Месяц начали ударно. Ну, вообще, я заметил, месяц как-то часто начинается очень позитивно. Потом такая яма какая-то получается в середине месяца. Ну и конец обычно тоже хороший. Вот у меня почему-то с моей структурой портфеля именно такая история происходит. Кстати, друзья, если вдруг необходимо кому-то готова инвестиционная стратегия, если хотите начать инвестировать, но не знаете, как, что, с чего начинать, можете писать мне в Телеграм, ссылочка в описании, в первом комментарии. Я, во-первых, провожу индивидуальные консультации. Ну и также у меня есть готовая стратегия «Честный портфель», которая подойдет новичкам, да и не только новичкам. Ну и, собственно, я примерно по такой стратегии на бирже и торгую уже достаточно давно. И достаточно эффективно. Консервативная стратегия. Ну, при желании ее можно там чуть-чуть подкрутить в сторону большего риска, если есть на то запрос. Ну вот, для примера, золото за месяц выдает плюс 2%. Хороший результат по золоту. Ну и ждем мы снижения ставок в мире. И, собственно, золото как бы должно выстрелить. То есть золото я держу, я его даже наращивал. За последние полгода золото в боковике. И вот видите, точечки – это, собственно, мои покупки золота. Поэтому, если цена вырастет, а я уверен, что она вырастет, на это есть фундаментальные признаки, то, в принципе, на росте золота я заработаю. Ну, с долларом все примерно понятно. Я думаю, до выборов мы никаких резких движений не увидим. Так и будет где-то там 90-93. Все понятно, что доллар сейчас держит. А вот что будет дальше – это очень хороший вопрос. Принимаю во внимание дефицит бюджета, проблемы бюджета. Собственно, ну, сомневаюсь я, что вот этот прогнозный курс Центробанка, Минфина, что доллар там будет около 90 рублей в конце года и дальше. Ну, откровенно говоря, сомнительно. Потому что девальвация рубля – это очень простой и легкий способ увеличить рублевые поступления в бюджет от продажи энергоносителей. Поэтому оптимистично, скажем так. Так, посмотрим. У меня в золоте достаточно… Не в золоте, извиняюсь, во валюте. Ну, и, кстати, и в золоте, в том числе, которое к валюте привязано, достаточно большая позиция сформирована. И я ее увеличиваю регулярно во время вот этой паузы, которую мы сейчас наблюдаем. Поэтому, условно, к доллару 100+, 120+, и далее я готов. И как бы в моменте это было бы даже хорошо для моих активов. Но глобально, если мы говорим про инфляцию и рост стоимости товаров, я, естественно, этого не хочу. Лучше пусть доллар будет каким-то понятным и контролируемым. Потому что убыток от роста цен перекроет любой мой профит любых моих активов. Ну, что сказать, друзья. Ждем прогрессивную шкалу. Вот попалась мне на глаза статья 2021 года. Тогда Мишустин заявлял, что надо платить за жадность. Имел он тогда в виду прибыль российского бизнеса, который бизнес выводит за рубеж, в офшоры. Но подход примерно понятен. Если ты богатенький, если у тебя все очень классно, надо делиться. Естественно, такой немножко коммунистический подход. Но, подчеркиваю, это не наше изобретение. Эти прогрессивные налоги работают во многих развитых странах, в прогрессивных странах. Поэтому мы здесь пойдем по пути цивилизованного прочего мира. И удивляться этому не приходится. Так что, друзья, больше зарабатываешь. Придется больше отдавать государству. О чем это может говорить? Ну, конечно, люди, наша голова у них устроена несколько иначе, чем на Западе. Ну, в большинстве своем. То есть, российский человек, мне кажется, начнет просто к этой системе приспосабливаться. Спосабливаться и что делать? И пытаться, конечно, скрывать доходы. То есть, вряд ли кому-то захочется отдавать больше налогов. Просто будет более распространена серая зарплата, какое-то сокрытие доходов. И все будет в большей степени уходить в какой-то черный расчет. Ну, это вот мое ощущение от того, как это все у нас будет. Но будут ловить, конечно же, будут ловить. Тех, кто попадается, тех будут наказывать, штрафовать, может быть, сажать. Поэтому, друзья, конечно, налоги надо платить. И мой вам совет законы вообще никогда не нарушать. Как-то так. Пишите в комментариях, как у вас дела. Как дела на бирже. Как дела вообще. Задавайте вопросы. На все вопросы с удовольствием отвечу. И не забывайте, что в первом комментарии, в описании, там ссылки на мой телеграм. В телеграме, к тому же, куча ссылок на бонусы от моих друзей, партнеров. В закрепленном комментарии в телеге. Заходите, выбирайте. Там куча полезных продуктов. Все. Хорошего вечера. На связи. Пока-пока. Пока-пока.